Жила-была девочка Маша. И была она очень хорошей девочкой, но самое лучшее, что у неё было, это квартира в центре Москвы. И полюбила она честного таможенника Иннокентия. А он на неё внимания не обращал, он работу работал. Сидит себе в Шереметьево терминал F и досматривает граждан, вылетающих за границу. Вопросы разные задаёт. Куда летите, что везёте, нет ли чего запрещённого. Но в работе ему не везло. И никто ничего запрещённого не вёз. Ни оружия, ни наркотиков, ни денег. И очень он страдал, потому что на доску почёта его не вешали. Сидит бывало дома, плачет и грустные картинки в интернет выкладывала. Видела это Маша. Тоже плакала, так сильно любила. И захотела она помочь любимому. Продала она квартиру в центре Москвы, положила деньги в дамскую сумку и поехала в Шереметьево терминал F. Подождалась, пока любимый заступил на пост, пошла, купила билет на ближайший рейс и шагнула прямо через зелёный коридор в объятие к любимому. Иннокентий спросил её так серьёзно, куда летите, гражданочка, нет ли чего запрещённого. Она такая сумку раз и раскрыла. Вот, говорит, Иннокентий, от мне под удивление, даже закричал. Тут набежали другие таможенники. Вы, говорит, мадам, можете провозить с собой только 10 тысяч долларов без декларации. Где ваша декларация? Нет декларации? Тогда мы у вас будем излишки конфисковывать. Пересчитали деньги, а там миллион долларов. А сколько, вы думаете, стоит квартира в центре Москвы? Иннокентий обрадовался, запрыгал, в ладоши захлопал. Тут же стал он местной знаменитостью. Про него даже в газете написали и на доску почёта повесили в красной рамочке. И так он обрадовался, что даже статус в интернете сменил. Счастье – самая необычайная и дорогостоящая вещь на свете. Ремарк. Увидела это Маша и написала любимому в фейсбуке. Так, мол, и так. Право нарушения совершено мое сознательно. Из-за любви, и ради любви. Ни о чём не жалею, но надеюсь, что вы, как честный человек, теперь на мне должны жениться. Иннокентий ей ответил. Через семь рабочих дней. Во-первых, дорогая Мария, даже если я на вас женюсь, я вам всё равно не смогу вернуть конфискованные средства, так как вы уже пересекли зелёный коридор. Во-вторых, жениться я на вас тоже не могу, так как у вас теперь нет квартиры в центре Москвы. А в-третьих, я вас просто не люблю. Не пишите мне больше. И заблокировал её. Потому что он был честным таможенником и не имел права вступать в личную переписку с нарушителями таможенного законодательства. Поплакала Мария. Покоревала, а что делать? Сердцу не прикажем. А что за миллиона долларов? Так его вернули. Потому что папа Марии был адвокатом известным. Он подал апелляцию, что Мария находилась в состоянии аффекта, то есть в невменяемом состоянии, чем любовь по закону и является. Миллион вернули, а пока возвращали, курс доллара вырос, и папа ей купил квартиру ещё краше, с видом на Кремль. А Иннокенник так и висит на доске почёта в красной рамочке, как назидание всем хорошим девочкам, что любовь зла, а квартира в центре Москвы. Добро. Добро любви. Речи. Субтитры создавал DimaTorzok